Кто не знает иностранных языков, ничего не знает и о своем собственном, говорил Вольвинг Гетте. Насколько сегодня это актуально и открыты ли двери и возможности для тех, кто знает иностранные языки, поговорим сегодня в программе «По существу» с Маргаритой Валентиновной Емельяновой, деканом факультета иностранных языков Чувашского государственного университета. Маргарита Валентиновна, согласна с Гетте? Абсолютно согласна и более того, когда мы изучаем иностранные языки, мы изучаем весь мир, мы изучаем все сферы человеческой деятельности. И поэтому люди, изучающие иностранные языки, обладают огромным кругозором. Что касается профессии переводчика, как гласит Харти переводчика, это необходимая и популярная сегодня профессия, которая способствует интеллектуальному и материальному обмену между народами и способствует взаимопониманию между людьми. Какими языками профессионально овладеть можно на вашем факультете? Наш факультет обучает бакалавров по направлению подготовки лингвистика, перевод и переводоведения. У нас четыре профиля. На всех профилях первый язык английский, второй язык может быть по выбору студента испанский, немецкий или французский. На заочной форме только один язык – английский. Бакалаврят – это четыре года обучения. Как устроен процесс, как он организован? Студенты приходят к нам учиться. В начале учебного года мы распределяем их в группы по уровню владения языком и по выбранному языку. Если студенты испытывают трудности в изучении каких-то дисциплин, в рамках программы адаптации первокурсников мы организовываем дополнительные занятия по этим дисциплинам. Так что всем студентам учиться у нас комфортно. Уже на втором курсе студенты начинают изучать специальные дисциплины, такие как теория перевода, практические курсы перевода. И так как переводчику приходится работать в различных сферах деятельности, мы преподаем такие дисциплины, как научно-технический перевод, медицинский перевод, экономический перевод и многие другие виды перевода. Что еще интересно, наши студенты, владея иностранными языками, очень часто пользуются программами академической мобильности студентов. Наши студенты выезжают в различные страны, чаще всего в Китайскую Народную Республику, когда они там учатся год или полгода, семестр или целый учебный год. И недавно я узнала, что наша студентка получила стипендию в Венгерский университет в город Дебритсен. Там она будет учиться, да? Там она будет учиться целый семестр, изучать зарубежную литературу и страноведение. А какие-то современные технологии используют преподаватели? Да, на нашем факультете есть современные лингофонные аудитории, мультимедийные классы. То есть наш факультет оборудован всеми новейшими техническими средствами обучения. Поподробнее, что это такое лингофонные, это для чего вообще? Лингофонная аудитория используется для оттачивания навыков произношения у первокурсников. Также в лингофонах проходят практические занятия по переводу, устному последовательному переводу. Мультимедийные классы обычно используются для проектного обучения, а также для изучения информационных технологий в переводе и лингвистике. Где можно вот эти полученные знания протестировать на практику? Куда отправляете студентов? Практика является важнейшим звеном в обучении переводчиков. У нас есть пять основных предприятий, с которыми у нас заключены договоры сотрудничества. Это научно-производственное предприятие «Технотрон», это школа иностранных языков «Язык для успеха», это российское бюро технических переводов, научно-производственный комплекс «Илара», торгово-промышленная палата Чувашской республики. Можете чуть подробнее, чем там занимаются? Целью практики является психологическая адаптация студентов в реальных условиях работы переводчика. Все руководители практики от производства отмечают высокий уровень наших практикантов и их высокую профессиональную подготовку. В течение долгого времени мы успешно сотрудничаем с факультетом иностранных языков ЧГУ. Наше бюро приглашает студентов на переводческую практику. Студенты переводят тексты, редактируют документы, озвучивают видеоролики и участвуют в устных переводах. Половина сотрудников бюро РТТ – это выпускники ЧГУ, и я очень ими довольна. Большое спасибо факультету иностранных языков за наше многолетнее и плодотворное сотрудничество. Научно-исследовательская работа тоже ведется. В нашем университете ежегодно проходят два больших научных события. Первое событие – это региональный фестиваль «Человек-гражданин-ученый» ЧГУ. В рамках этого события наш факультет проводит конкурс переводческого мастерства, где наши студенты и школьники со всей Чувашии принимают участие. Второе событие проходит весной. Это Всероссийская научно-практическая конференция, где студенты факультета иностранных языков в 16 секциях по разным направлениям лингвистики и переводоведения представляют свои научные исследования. Также студенты факультета иностранных языков ежегодно побеждают в межрегиональном фестивале научном «Юность Большой Волги». Особенно гордимся мы первокурсницей нашей Дарьей Ивановой, которая в этом году заняла первое место во Всероссийской Олимпиаде студентов «Я профессионал» по направлению языкознания и литературоведения. Я слышала, что у вас на факультете еще можно и китайский выучить. При факультете работает лингвистический центр, который предлагает языковые курсы как для студентов ЧГУ, так и для всех желающих, для взрослых, для населения ЧГУ и для взрослых, и для школьников. Мы предлагаем языковые курсы по различным языкам. Это и французский, и английский, и испанский, и итальянский. И наибольшей популярностью у нас пользуется программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Китайский язык», на которую приходят не только студенты факультета иностранных языков, но и со всего нашего университета и с ЧГУ. А почему так? Почему китайский так популярен? Китайская Народная Республика – это одна из самых быстро развивающихся стран, и за этим языком, как, впрочем, и за испанским – будущее. Вот так, и испанским? Да. По статистике, китайский и испанский – наиболее распространенные языки в мире. А, поэтому они так популярны, да? И за ними будущее. Да, за ними будущее. Во время самоизоляции я решила заняться испанским языком. Он, когда знаешь другие европейские языки, он совсем несложный. На языковых курсах у нас работают носители языка. Например, программу по китайскому языку ведет преподавательница из Китайской Народной Республики Лю Цзяньцянь. Итальянский язык также ведет гражданин Италии. Во время школьных каникул мы предлагаем школьникам различные языковые курсы. Также ежегодно мы организовываем для школьников бесплатный кружок, который называется «Мир вокруг нас. Языки и культура», где мы рассказываем школьникам о основах языка и различных традициях разных культур. В прошлом году мне посчастливилось с нашим деканом посетить Поднебесную, прекрасный Китай. Также я, помимо двух языков, я изучаю китайский язык на вечерних курсах по программе «Переводчик китайского языка», что стало для меня отличной возможностью попрактиковать язык. Мы смогли не только познакомиться со страной, с ее обычаями и традициями, знаменитыми местами, но и также познакомиться со своими друзьями. По сей день мы продолжаем общаться с нашими китайскими друзьями, что делает нашу дружбу только крепче. Наверняка у студентов факультета иностранных языков очень яркая, насыщенная внеучебная жизнь. Безусловно, в университете и на факультете созданы все условия для личностного и профессионального роста наших студентов. Для всех студентов студенческая жизнь разная. Кто-то занимается вокалом, кто-то поет в хоре, кто-то участвует в студвесне, кто-то активно работает над нашей факультетской стенгазетой «Линг-Гвардиан», кто-то активно занимается спортом. Например, у нас на факультете учится Кристина Кускова, которая является членом сборной России по лыжным гонкам. В прошлом году она стала чемпионкой мира по лыжи-роллерам среди юниоров. Также у нас есть выдающийся спортсмен по боевым искусствам. Сегодня уже выпускник наш Артемьев Леонид, который является чемпионом Евразии по боевым искусствам среди студентов. Кроме того, наши студенты, владея несколькими иностранными языками, активно участвуют в волонтерской деятельности. Очень часто они принимают участие во всех международных мероприятиях, которые проводятся на территории Российской Федерации. Так, например, наши студенты представляли факультет и университет на Всемирном фестивале молодежи-студентов в Сочи, на чемпионате мира по футболу. И в прошлом году наши студенты также участвовали волонтерами в чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани. Когда я на сборах или спортивных мероприятиях, я по возможности учусь по вечерам. А когда я в Чебоксарах, я стараюсь присутствовать на парах в университете. Я учусь по индивидуальному плану и благодарна своим преподавателям за понимание. В конце первого курса я узнал, что такое студенческие трудовые отряды. И примерно где-то в феврале я записался в педагогический отряд, чтобы поехать в Крым на Черное море. Работа в отряде распространяется не только на лето, но и во время всего учебного года. У нас очень много мероприятий самых различных, не только университетских, но и городских, и даже Приволжского федерального округа. Форум молодежный Приволжского федерального округа ИВЛГА 2.0. Я туда ездил прошлым летом. Там я представлял проект по студенческим трудовым отрядам. Это тоже было довольно интересное мероприятие, так как оно проходило, получается, грубо говоря, в лесу, на поляне, и мы жили в палатках на протяжении пяти дней вроде бы. Мне очень нравилось принимать активное участие в научной деятельности, организовывать викторины для школьников, и также научные фестивали для студентов. И каждый день, когда я прихожу в этот университет, я понимаю, что абсолютно каждый человек здесь заряжен. Он может выйти на сцену и громко во весь голос переключать свое имя, или первым поднять руку на паре и ответить, ну и, конечно же, поддержать любую твою творческую идею. Все, что тебе нужно, это лишь сделать первый шаг, а факультет иностранных языков ЧГУ имени Ульянова поможет тебе добиться успеха. Имея диплом бакалавра факультета иностранных языков, куда можно пойти работать? Ну, в первую очередь, наши студенты работают переводчиками. Это бюро переводов, это различные предприятия, коммерческие структуры, государственные структуры. То есть они могут быть штатными переводчиками в различных компаниях. Где нет штатных переводчиков, они работают в отделах внешних связей, руководителями, экспертами, помощниками руководителей компаний. Также наши студенты могут работать в сфере образования, так как мы предлагаем им еще дополнительную профессиональную программу «Педагогика и методика преподавания иностранных языков». Например, наша выпускница Ольга Физер, она заняла первое место в конкурсе «Учитель года Чуваши» в 2019 году. Также она вошла в 15 лучших педагогов России. Маргарита Валентиновна, у вас сейчас есть возможность обратиться к абитуриентам. Что бы вы им посоветовали или пожелали? Уважаемые абитуриенты, конечно же, я желаю вам успешной сдачи единых государственных экзаменов и сделать правильный выбор. И я считаю, что нет в мире такого человека, который бы не интересовался иностранными языками. Поэтому иностранные языки всегда будут правильным выбором. Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова